До выпускных экзаменов осталось каких-то пару месяцев, затем доздравствует взрослая жизнь. А поэтому сейчас на этом этапе важно правильно сделать выбор, чтобы работа приносила и моральное, и материальное удовольствие. Вот, собственно, с этой целью команда Игоря Учителя и организовала экскурсию в Одесскую Государственную Академию Строительства и Архитектуры для школьников из Коминтерновского района, с трёх населённых пунктов Крыжановки, Фонтанки и Гвардейского. Первый по списку – музей при Академии. Прежде чем строить какое-либо здание, проект создаётся, и в качестве наглядного пособия вот такие макеты. Это создавали студенты. Среди архивных материалов и экспонатов есть отдельная доска почёта выпускников Академии, кому альмаматор дала дорогу в жизнь, кто добился особых успехов благодаря правильно выбранной профессии в своё время. Когда-то этот вуз, тогда ещё строительный институт, заканчивал Игорь Леонидович Учитель, депутат Одесского областного совета. Несмотря на свою занятость, он до сих пор тесно связан с Академией, преподаёт и оказывает всяческую поддержку вузу. Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз подчеркнуть роль наших бывших выпускников. В частности, роль того человека, который проводит это мероприятие для вас. Это начальник Одесса ГАС, учитель. Он является одним из почётных работников нашей Академии, является кандидатом технических наук, доцентом, преподаёт на нашей кафедре отопления и вентиляции. На первом этаже Академии располагается инновационный центр, где представлены технические достижения в области энергосбережения. Здесь проходят практические занятия для студентов старших курсов. Мне понравилось. Здесь очень хорошие действительно разработки. Вот про газов поступил вопрос. Ну, мне, в принципе, здесь понравилось. Как и в предыдущей аудитории, в которой мы были, так и здесь. Ну, полы из-под игре. Ну, это было интересно. — Определились, куда поступать? Вообще, вот есть задумка поступать сюда, например? — У меня, конечно, я хочу... Ну, я ещё думала, конечно, я не уверена, но на... — Инженер? — Да, на инженерную. — Хотела в инженерную? Окей. — Но в этот институт? — Да, в этот институт. — Спасибо Игорю, учителю, что он проводит такие мероприятия, которые необходимы нашим будущим абитурентам, то есть выпускникам школ. Дети очень много познают, знакомятся с будущими профессиями, которые очень важны будут в перспективе, им определиться. Почему? Потому что нет важнее на свете, чем выбор профессии. — Да, я хожу на курсы, в архитектурный институт хочу поступать по рисованию. Мы сдаём капители, и мы учимся её рисовать. — То есть ты уже определилась? — Да. Я хочу быть дизайнером, как бы, и поэтому я хочу в этот институт поступать. Экскурсия закончилась в аудитории, где школьникам был показан видеофильм о строительной академии, о всех имеющихся специальностях и об условиях поступления, а главное о том, какие перспективы открываются у выпускников этого вуза. — Выпускники, которые заканчивают наш институт, наши специальности, они всегда нужны. И с поконвяков, начиная от Древней Греции по сегодняшний день и в дальнейшем в будущем, им всегда есть работа. Потому что людям нужна чистая вода, людям нужна горячая вода, людям нужно отопление, и всё это всегда в дальнейшем будет. И поэтому это всё объекты, которыми будут заниматься наши будущие выпускники. — Я думаю, что было очень интересно, виден блеск в глазах. Мы очень благодарны учителю Игорю Леонидовичу, который организовал это очень хорошее мероприятие, хорошее не только для академии, но и самое главное для нашего будущего поколения, которому предстоит решать довольно сложные задачи. — Очень хорошо, что мы сегодня сюда приехали. Я как раз сюда собираюсь поступать, на архитектурный факультет. Вообще это здорово, когда депутат проводит такие мероприятия. Это очень полезно, и в дальнейшем это поможет. Спасибо большое. И впереди у нас ещё прекрасное мероприятие. Да, день выдался весьма насыщенным. На выходе из строительной академии школьников ожидал автобус, который доставил их к следующему пункту назначения. Итак, проспект Шевченко – музей интересной науки. До этого никто из них ещё не был в этом действительно интересном месте. Каждая экспозиция по-своему любопытна. К примеру, вот этот сосуд наглядно приводит законы физики в действие. Чаша с фонтанами. Получился фонтан? Да. После экскурсии школьникам было дано свободное время. Каждый мог вернуться к тому экспонату, который особенно понравился. Больше всего понравился лазерный лабиринт, ну и зеркальный. Ну, понравилось, наверное, отношение, как бы, хорошее отношение преподавателей. Много информации было нужной. Ну, наверное, много полезного об институте рассказали. В 16-17 лет детям очень сложно определиться с тем, какая у них профессия будет на всю жизнь. Поэтому сегодня мы, команда Игоря Учителя, постарались детям помочь. Мы отвезли их на экскурсию в строительную академию одесскую, а также в музей интересной науки. И думаем, что это поможет им в будущем определиться с профессией и выбрать вуз для поступления. Судя по всему, этот день, как одна большая экскурсия, прошел не зря для ребят. Многим из них действительно поездка в Одессу помогла сделать свой выбор. Ну а тем, кто еще думает, подарила как минимум прекрасное настроение.